Иван Орган сделал Алё Михеевой предложение, от которого она не смогла отказаться кого хоронит. Стараясь не шуметь, пробирался я лабиринтом столов по тёмному залу. Никто не улыбался, ботоксные лица знаменитостей напоминали посмертные маски. Мне стало жутко, и чтобы избавиться от неприятных ощущений, я выпил бокал шампанского и немного водки. Вручение премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения своей угрюмой торжественностью всегда наполняло моё сердце трауром. Сколько денег потрачено, сколько актрис. Ведь чтобы попасть в кино, надо чтобы сначала в тебя попал продюсер, потом режиссёр, исполнитель главной роли и так далее. Одно время наши актёры так увлеклись попаданием друг в друга, что смотреть стало совсем нечего. К счастью, эта порочная тенденция прекратилась. Джаник Файзиев женился на Светлане Ивановой, Константин Эрнст, на Софье Эрнст, Фёдор Бондарчук, на Паулине Андреевой, кто-то ещё, на ком-то ещё, и круг замкнулся. Чтобы попасть в кино, этим актрисам достаточно просто быть хорошей женой. У них теперь хотя бы остаются силы играть. А у их мини и счастливых коллег вся творческая энергия по-прежнему уходит на имитацию оргазма. «Женя, зачем вы девушке во влагалище засунули пистолет?» — шёпотом поинтересовался Яу Цыганова. На его сериал «Мёртвое озеро» подали в суд. Интимной сценой с использованием табельного пистолета возмутился бывший участковый Вячеслав Кобец. Мужчине показалось, что киношники выставили всех сотрудников полиции какими-то извращёнцами. Да не я это, а Пашка Табаков с Мариной Брусникиной. Актёр стыдливо спрятался за Юлию Снегирь. Вот интересно, красная у неё грудка или нет? Выяснять этот вопрос я решил издалека. «Юля, а вы рябину кушать любите?» Вместо ответа чьи-то холодные липкие пальцы сомкнулись у меня на шее и начали душить. А потом вдруг всё кончилось, и какой-то лысый мужик в очках заявил мне, что он пошутил. Через пару минут он также шутил с Женькой Стычкиным и Семой Слепаковым. «Видимо важное лицо в индустрии кино, раз позволяет себе так развлекаться. На избавление от свежей психологической травмы у меня ушло два бокала белого и один красного. Выздоровление следовало бы закрепить коньяком, но тут моё внимание привлекло шушу конья Ивана Урганта с Аллой Михеевой. Здоровяк хватал её своими загребущими руками и подпихивал под костистый зад коленом. «Пошли, а то не знаю, что с тобой сделаю», — умело угрожал Ване девушке. «Я решил вступиться за её уже полупоруганную честь и, расплёскивая по гостям недопитая красное, помчался за парой в тревожную неизвестность». Оказалось, он тащил её сфотографироваться для «Экспресс-газеты». Хотя нашему фотокору Ларисе Кудрявцевой было совсем не до них. Конопа с семгой интересовали папарацци больше, чем сто раз виденные ей звезды, которых и на язык-то не положишь. Сейчас вылетит птичка, в глаза врала она Аллю Михеевой и Ивану Урганту, не спеша дожёлывая деликатес. Пара давно оторвавшихся от жизни телеведущих не могла понять, чем они проигрывают слабосолёной рыбе. Но попасть в «Экспресс-газету» им очень хотелось, и они терпеливо ждали своей очереди, которая наступила после стакана сока. Не может же фотограф работать в сухомятку. Больше по теме молодая жена Цикала сразила наповал своим декольте на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве, уже в седьмой раз прошла церемония награждения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ванька. «Встань-ка!» — закричал у меня из подмышки какой-то дедушка, одетый под подростка бунтаря. Рядом с ним была годившаяся ему во внучке высокая азиатка. Такие парочки часто встречаются на тайских курортах. Кстати, недельная аренда подобного существа не превышает 1 тысячи долларов. Вспоминая романтические свидания с местным пивом Синга, что значит пиво лев. Я не сразу понял, что передо мной впервые вышедшие в свет после свадьбы Александр Цикала и казахская художница Дарина Эрвин. Видимо, меня сбили на тайские аналогии обручальные кольца, которые были надеты на протестантский манер. Но точно, узами брака пара сочеталась в Беверли-Хиллз, и колечки, чтобы не так сильно смахивать на эмигрантов, пришлось нацепить по ихнему на левую руку. Александр, в связи с последними событиями не будете ли вы переименовывать Дарину в Нур-Султан? Мне кажется, это было бы мудрое и взвешенное решение, затеял я светский разговор с молодоженами. Но тут на сцену вышел министр культуры Владимир Мединский и, как всегда, все испортил.